Есть новости от того сторожа? В начале лета он отдал 30 тысяч лир. В прошлом месяце полторы тысячи. С тех пор ничего, тишина. Они сами создали себе проблемы, глупцы. Я хотел простить им долг, но не вышло. Ты иногда позванивай им, напоминай о долге. Конечно, шеф. Да, скоро придет Халдун. Айсун? Добро пожаловать. Будь здесь, не уходи. Хорошо, шеф. Я... А что ты знаешь о семье тех людей, которые угнали машину Эмира? Расскажи. А зачем ты спрашиваешь? Или решила проверить наши финансы? Юнал, я задала тебе вопрос. Знаю, что очень глупые и необразованные люди. Я на коленях ползал перед ними, когда они написали заявление на Эмира. Просил их забрать заявление, что я готов простить им даже долг. Не согласились. Бедные, но гордые. Значит, деньги их не интересуют. Они все такие. Их отец — король мусорных ящиков, а мать — принцесса половых тряпок. Но я все-таки заставлю их выплатить долг. Айсун, а почему ты спросила о них? Я просто не хочу, чтобы они причинили вред моему сыну. Хотела узнать, с какими людьми он связался. Говоришь, связался. Айсун, милая, с тех пор, как ты заболела, ты стала сентиментальной. Твой сын не то, чтобы не будет связываться с ними. Он и близко не подойдет к ним. Юнал, не спрашивай, почему. Потому что я ничего не могу сказать тебе. Просто это не так легко сказать. Ты больше, чем я, присутствуешь в жизни Эмира. Ты лучше меня должен знать, чем дышит твой сын. Айсун, не надо мучить ни себя, ни меня. Скажи прямо, что ты имеешь в виду? Ты мог бы побольше внимания уделять ему. Ему может понадобиться твоя помощь. Айсун, с тобой точно что-то не так? Да. Потому что мой бывший муж не слышит меня, а хочет услышать то, что я не сказала ему. Не беспокойся. Пусть подгонят мою машину. Я поехала. КОНЕЦ Продолжение следует... Моя бывшая Айсун, господин Халдун, очень приятно. Его жена госпожа Санэм. Госпожа Санэм? Даст Бог, мы скоро станем партнерами. Айсун уже уходила. Ты не будешь против победы с нами? Я бы, конечно... Я согласна. О, Аллах, я же только что подмела здесь. Ну, надо же. Опять везде мусор. Только посмотри, а. Ну, вот так. Доброго дня. Спасибо. Вы что, кого-то ищете? Госпожа Зихра, это же вы, да? Да, я. Очень рада. Меня зовут Софи. Ой, прошу прощения, у меня руки грязные. Я хотела предложить вам работу. Работу? Да, у меня есть дом. Тут рядом, недалеко от вас. Как вы смотрите, если поработаете у меня? В вашем доме? А откуда вы знаете мое имя? Госпожа Румиса моя знакомая. Она мне сказала, что вы не откажете мне. Она дала мне ваш адрес. Госпожа Румиса, я много раз убирала ее дом, но я никогда не видела вас там. Она мой старый друг. Мы раньше тесно общались. А, теперь понятно. Как они поживают-то? Уехали на родину, и ничего не слышно. Как у них дела? Хотела позвонить, но дорого. Они устроились, все хорошо. Я рада за них. Надо приходить два раза в неделю. Ой, подождите. Из-за того, что вы от госпожи Румисы, я совсем растерялась. Вообще-то я сейчас не работаю, но у меня есть пара человек. Будете приходить два раза в неделю, но оплату получать за неделю. За неделю? Прошу вас, подумайте хорошо. Вот здесь записан мой адрес. Вы подумайте, а я буду ждать вашего звонка. До свидания. До свидания. Дай Аллах вам здоровья, госпожа Исуна. Надеюсь, сейчас чувствуете лучше себя. Спасибо большое. Лучше. Я уверена, что мне помогли молитвы моих сыновей. Особенно обо мне заботится мой старший сын, Эмир. Он всегда со мной. Я понимаю вас. Моя первая жена, то есть мать моей дочери, ушла из жизни от рака. Вам нелегко пришлось. Госпожа сына, как зовут вашу дочь? Джан Су. Джан Су. Санэм. Я не очень хорошо чувствую себя. Санэм, что с тобой? Голова закружилась. У меня мигрень. Халдун, поехали домой. Прошу тебя. Если вам плохо, тут рядом есть больница. Нет, не надо. Мне надо отдохнуть. Прошу вас, простите нас. Госпожа Санэм. Если хотите, я могу проводить вас в дамскую комнату. Вдруг вам понадобится моя помощь. Хорошо. Госпожа. Хорошо. КОНЕЦ Я никогда не забуду этот день, Эмир. Мы никогда не забудем. КОНЕЦ На самом деле только ты можешь надеть это платье. Когда Мерлин Монро собиралась на день рождения к Кеннеди, ей сказали также, что это платье может надеть только она одна. Это платье создано для меня. Посмотри на него. Эмир Сарафаглы – твой Кеннеди. Я бы не хотела, чтобы вы повторили их судьбу. Кажется, ты еще одна. Одна? Да. Кстати, я приглашаю тебя на день рождения, Эмира. Я не смогу. Мне сейчас не до развлечений. Не говори так. Когда мне было трудно, ты заставила меня выйти на подиум. Теперь моя очередь. Придешь. До встречи. Пока. Простите. Как дела? Я тут столкнулась с одной девушкой. С блондинкой. Кажется, я где-то видела ее. Продолжение следует... Что я смогу сделать, Эмир? Как я буду жить без тебя? По-моему, тебе очень идет зеленый цвет. И белый тоже неплохо. Ладно. Посоветуемся еще с мамой. Джан Суу. Я вспомнила. Да, вспомнила. Эта девушка, которая попала в аварию с Эмиром. Хан Дэгизгин. И что? Почему ты так говоришь? Ты знакома с ней? Джан Суу. Сюда за день приходят тысячи людей. Я не понимаю. Почему ты скрываешь? Тогда ты сказала, что она подруга. Ладно, я ее знаю. Моя мама общается с ее мамой. Все. Она мне не подруга. Что я должна была сказать? Курай. Хан Дэгизгин. Ты знаешь, вроде совсем чуть-чуть, и я так близко подхожу к Эмиру. Но никак не получается. И это чуть-чуть так далеко от меня. Добро пожаловать, Сан Эм. Привет. Прости, но мне надо закончить работу. Подожди немного. Левент, я пришла поговорить с тобой. Но ты молчи, ничего не говори, хорошо? Только слушай. Хорошо. Я... Я хочу выйти замуж за тебя. Ты осознаешь, что сейчас сказала? Осознаю. Я хочу развестись с мужем и начать новую жизнь. Ладно. Будешь ягоды, фрукты. Я... Хочешь развестись? Хочешь начать новую жизнь? Но твоя жизнь может стать совсем другой, Сан Эм. Тебе будет тяжело. Ты не будешь счастлива, Сан Эм. Почему, Левент? Мне будет тяжело? Или нам будет тяжело? Мы оба не сможем так жить, Сан Эм. Думаешь, я не смогу жить с тобой на яхте? Думаешь, что пилин будет сложно? Послушай. И наша жизнь, и жизнь твоей дочери, это не игрушка, Сан Эм. Пойми это. И это говоришь мне ты, который никогда не думает о завтрашнем дне. Ошибаешься, Сан Эм. В моей жизни все идет своим чередом. Я не против проводить с тобой время. Но вместе жить мы не сможем, Сан Эм. Не получится. Нам нельзя этого делать. Ты единственный мужчина в моей жизни, который боится всего Левент. Упрямый и трус. Вот ничтожество. Проклятие. Ах, Сан Эм, какая же ты дура. Дура. Глупая. Чего захотела? Какая же ты дура, Сан Эм. Дура. Проклятие. Он никогда не будет твоим. Дура. Дура. Почему ты не разбудила меня? Потому что мне понравилось смотреть, как ты спишь. В который час? Звонили из такси? Да, я не ответила. Так не хочется, чтобы этот день заканчивался. Теперь он будет дольше, чем мы ожидали. Кура, я пришла. Что ты делаешь? Я играю. Не прости. Я все равно не покажу тебе своего платья. Ты купила свадебное платье? Мы что, женимся? Да нет. Это платье, которое я надену на день рождения Эмира. А. Ради Эмира, не ради меня. Кура, и что с тобой происходит? Это с тобой что? Что ты сделала с моей любимой ханды? Мы вернулись в проклятый Стамбул, и к Эмиру тоже. Моя прежняя хандэ не изменилась? Ну что ты несешь? Я его купила в честь дня рождения. Перестань, хандэ. Я же вижу, как светится твое лицо, когда ты слышишь имя Эмира. А день рождения – это всего лишь повод. Ты ревнуешь меня. Ты все время упрекаешь меня в том, что я несколько месяцев назад призналась Эмиру. Ты давишь на меня. Тогда я была пьяна и несла всякую чушь. Кура, перестань все время напоминать мне об этом. Прошу. Ты не можешь его забыть. Ведь так, хандэ? Ты никогда не перестанешь держать меня за дурака, так? Я никогда не придавал значение тем словам, которые я услышал тогда. Что я слышал в ту ночь? Чего нового я услышал, хандэ? Думаешь, если бы я не услышал тот разговор, я бы думал, что ты равнодушный к Эмиру, а? Я давно догадывался об этом, хандэ. И теперь я не хочу снова возвращаться в ту жизнь. Ты все еще любишь Эмира? Ты все еще любишь Эмира? Курай. Отвечай. Просто ответь мне. Ты действуешь мне на нервы. Ты всегда используешь эту тактику, когда не можешь ответить, хандэ? Невозможно разлюбить за один день. Даже за три дня. Даже за три месяца. Невозможно разлюбить человека и сразу же встречаться с другим. А я пытаюсь изо всех сил. И... Я счастлива, что пытаюсь. любить тебя и быть любимой тобой. Для меня это огромное счастье. Слушаю, Фериха. Алло, мама? Я сегодня задержусь. Почему задержишься? Что это значит? Дочка, ты переходишь все границы. Мама, не ругай меня. Дай мне помечтать. Я не хочу, чтобы этот день заканчивался. Но ведь закончится, Фериха. Закончится. Я никогда не видела Стамбул таким. Он весь светится. Такой яркий. Иногда хорошо смотреть на все издалека. Иногда ты не видишь, потому что ты находишься в нем. Мы на самом деле смотрим на Стамбул. Это как будто не тот Стамбул, который я знаю. Смотришь на то, как он светится, и даже не подумаешь, что там может быть кому-то грустно. В такой красоте нет места грусти. И не должно быть. Твои глаза видят все, а я не могу увидеть настоящую Фериху. Ты никому не веришь, да? Но иногда я чувствую, что ты убегаешь от меня. Даже если ты находишься рядом со мной. Я бегу не только от тебя, но и от себя. На самом деле не все так, как кажется. Поэтому не стоит убегать от меня. Ты должна верить мне. Это сделает меня единственным человеком, которому ты доверяешь. Ты не веришь мне, Фериха. Но я знаю, что когда-нибудь ты ответишь мне «да». Я очень много думал о тебе. Как будто ничего и нет. Но я сказал, что ты есть в моей новой мысли. Именно так я нашел тебя. У нас еще много времени, чтобы узнать друг друга. Не хочу возвращаться. Не будем возвращаться. Только дай свое согласие. Мы сейчас же вернемся назад. Купим домик на острове. На занятия будем приезжать на яхте. Фериха, если ты скажешь «да», я готов на все. Главное, чтобы мы были вместе. Однажды, Эмир. Однажды. Однажды, Эмир. Куда ты пошла? Какое твое дело? Что это? Покажи мне. Ох. Торт. Испекла на день рождения подруги. Да, так я и поверил тебе. Уж не собралась ли ты на ночную дискотеку, сестренка? Отстань от меня. Из-за тебя я опоздаю на автобус. Только одно пожелание. Только одно. Никто раньше не готовил торт для меня. Я очень сильно люблю тебя. А, господин Эмир... Ой, простите. Сегодня вечером ты будешь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают